Это новый Opel Astra, и это все равно, что заказывать фиш энд чипс в гастропабе. Понимаете, Astra всегда была очень востребована на британском рынке, а теперь она стала куда более стильной, но, как и блюдо в гастропабе, несколько дороже. Сегодня я расскажу вам все самое интересное об этой модели, расскажу о дизайне, салоне и практичности, прокачусь на ней, и, конечно, стартую, чтобы замерить разгон до 96, ведь я Мэтт Уотсон, и это Карвау. Давайте первонаперво поговорим о цене. Вот мы видим, что на сайте Карвау новая Astra стоит от 24 тысяч фунтов. Начальная цена старой была 19 тысяч фунтов, заметно подорожала. Теперь поговорим о дизайне Astra, потому что Opel сегодня делают довольно красивые машины, и Astra, на мой взгляд, лучшая среди них. Мне очень нравится дизайн решетки с горизонтальными линиями под стать низу бампера. Кстати, у комплектации подороже бампер занижен для пущей спортивности. И прям выглядит довольно здорово. А еще мне нравится эта выштамповка на капоте, благодаря которой машина смотрится агрессивнее. Заходим сбоку, диски здесь в базовой комплектации 16 дюймов, максимум 18, как на этом авто. У двух самых дорогих комплектаций крыша контрастная черная, не хотите контрасту, можно взять с кузовом одного цвета. Затем вот такие выраженные колесные арки, которые визуально делают авто шире. Есть и вот такие выемки в этой секции у задних стекол, которые, как я понимаю, отсылают к оригинальной модели Астры 80-х годов прошлого века. Ладно, заходим сзади. Как мне кажется, это самый выгодный ракурс авто. Очень здорово встроенная задняя оптика, надпись Астра гордо простирается по всей ширине зада. Небольшой спойлер на крышке багажника и никаких фокусов с выхлопами. В этом авто все серьезно. Знаете, мне кажется, красивее, чем Volkswagen Golf. А вы как считаете? Напишите ваше мнение в комментариях под роликом. Хотим знать. Внутри Астра не такая стильная, как снаружи. В целом дизайн ничего, и качество материалов сносное. Есть тут и алькантара, впрочем, как-то все серенько и незамысловато. Однако можно взять модель с красными акцентами для оживляжу, и все равно это авто не настолько стильное, как его побратим Peugeot 308, потому что Peugeot и Opel это часть одного концерна, и по начинке они довольно схожи. А вот салоны у них заметно отличаются. И если хотите посмотреть мой подробный обзор Peugeot 308, нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании. Ну да ладно. Качество сборки довольно приличное. Ага, 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 хорошо. И доминанта здесь здоровая панель, на которой расположена информационно-развлекательная система и цифровая приборная панель. Сами экраны довольно большие, но выглядят маленькими из-за огромного количества черного глянцевого пластика. Говорят, что у версии авто на электротяге будет один сплошной экран, но у всех остальных версий вот такая история. Сама информационно-развлекательная система, скажем так, посредственная. Все равно все будут пользоваться Apple CarPlay или Android Auto. Они поддерживаются в базовой комплектации, хотя у Android Auto активная область экрана меньше, чем у Apple CarPlay. Не любят нас, пользователей Android Auto. Цифровая приборка меня тоже особо не возбуждает. Да, большая, но показывает не так много информации, какая-то тусклая и унылая. Ну хотя бы есть отдельно вынесенные кнопки климат-контроля. Очень просто регулировать температуру во время езды. И, кстати, положение водителя удобное. Гибкая регулировка руля, как видите. Ну и сидений тоже в целом с практичностью неплохо. Мне нравится вот что. Гляньте. Она открывается прямо как соответствующий отсек на центральной консоли у Мерседеса. Можно приоткрыть одну створочку, на вторую положить локоть, то есть пассажир может спокойно достать, что ему нужно. И отсек довольно глубокий. Есть и небольшая выемка тут для ключа. Вечно с бесключевыми решениями надо заморачиваться, куда положить ключ, потому что в замке зажигания его не оставишь. Также подстаканники тут, которые не вмещают... А, не, вмещают! Беру слово назад, с трудом вмещают большую бутылку. А вот в дверной карман она поместится без проблем. Здесь расположена беспроводная подзарядка телефона. Как раз закину туда свой. Мне надо подзарядиться. Еще местечко, два разъема USB и 12-ти вольтовый. Бардачок тут тоже довольно вместительный. Короче, впереди с практичностью в целом неплохо. На задних сиденьях в Астре сидится нормально. Места коленям хватает. Сверху мне терпимо, а вот люди выше метра 82-х, вероятно, будут отираться головой о крышу. Собственно, если для вас это проблема, нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании, чтобы посмотреть на авто того же класса, но более просторной позади. Нет, я не про Шкоду, Октави, это слишком очевидно. Ну ладно, перевозить троих пассажиров позади реально, но будет тесновато, машина не очень широкая. К счастью, подъем в полу хоть и есть, но не сильно мешает, и места ногам как раз хватит для троих. Если посередине никого, можно опустить подлокотник, положить руку, тут подстаканники и кармашек под мобильный телефон, поставить его вот так. Для раскладухи сам этого, может, это и задумывалось под планшеты. Ага. Короче, есть еще и доступ в багажник, мало ли что, но не особо широкий. Впрочем, лучше, чем ничего, правда? Есть кармашки в спинках сидений, дверные карманы, влезет ли туда большая бутылка, ну-ка, кармашки не подведите. Не подвели. Ну и замечательно. Если говорить о детском автокресле, сперва нужно расстегнуть молнию тут, затем нащупать крепление в кармашке, что может быть непросто, но после установки кресла повторять этот процесс не придется, если только не решите достать его из машины. Теперь о багажнике. Первым делом хочу показать вам вот что, гляньте. Открывается он при помощи шильдика, как у Фольксвагена Гольф. Судя по всему, Опелю пришлось знатно постараться, чтобы обойти патент Фольксвагена и использовать такую систему. И рад, что им удалось. Так вот, объем багажника 422 литра. Просто великолепно. Больше багажник только у Шкоды Октавии. И если все же хотите посмотреть мой обзор, на нее нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании. Впрочем, больше места, чем в этом багажнике, особо и не нужно. Вы скажете, о, гляньте, какой порожек. И да, он тут и прям такой... Однако у средних комплектаций выше есть вот такой регулируемый фальшпол, и он избавит вас от порожка. Из Эдди. Багажник тут вполне практичный. Есть парочка креплений, тут кое-какие крючочки здесь, хорошо. И сложить задние сидения довольно просто, не надо сильно тянуться. Вот так. И, как видите, с поднятым фальшполом очень просто проталкивать багаж вперед вот так. Да, неплохо. Но есть некоторая проблема. Если брать версию гибрид, из-за того, что батарея у нее под багажником, его объем меньше на 70 литров, и на этом к пяти недостаткам Opel Astro. Позади всего один разъем USB. Несколько неудобно, если ваши детки захотят пользоваться своим девайсом во время долгой поездки. Не дай бог, у них не вовремя сядет батарея. Начнутся драки за единственный разъем для подзарядки. Впрочем, можно, конечно, и пауэрбанк купить, но вы же не обязаны это делать, правда? В базе у Астры доступен лишь один окрас белый. Это, конечно, терпимо, если брать для ДПСников. Но нормальные люди обычно хотят какой-нибудь более интересный цвет, и тут уж придется доплатить. Звук поворотников тут довольно странный. Похож на бульканье воды при выливании ее из бутылки. Послушайте-ка сами. Прям как будто булькает, да? Для задних ремней нет никаких направляющих, поэтому при складывании сидений они там западают, и если спинку вернуть на место, остаются там. И, ну, что за безобразие? Трехцилиндровый 1,2 литра тут довольно сильно вибрирует. И если неспешно ехать в потоке с коробкой автомат, он аж дребезжит, так что отдается во всем авто. Все трясется, вроде бы новая модель, но кажется какой-то неотлаженной. Но не все так плохо. Вот пять достоинств этого авто. Помимо камеры заднего вида можно взять... полноценную... панорамную систему... Обзора! Нравится! Все модели Астры, кроме начального уровня, оснащены адаптивным круиз-контролем в базе. Он умеет держать безопасную дистанцию от машин спереди и подруливать для удержания в полосе. Значительно облегчает дальние поездки. Работает и на механике. Почему-то у Порши на механике эта штука не работает. Однако для версии с автоматом доступен еще и ассистент движения в пробках, который будет под спорьем в плотном потоке. Замечательно! У более дорогих комплектаций авто полка багажника убирается сюда и не мешается. Очень удобно. Однако у модели подешевле так не сделать, и полку не спрячешь. Придется ее зашвырнуть. Куда глаза глядят? У машин средней и максимальной комплектации специальные комфортные сидения, одобренные какой-то там немецкой ассоциацией, занимающейся проблемами позвоночника. К тому же в максимальной комплектации у сидений также есть функция массажа и обдува. У некоторых авто очки можно положить наверх, в районе зеркала заднего вида. Однако тут соответствующий отсек здесь. И он отделан фетром, чтобы ничего не поцарапалось. Мне нравится. Оригинально. Для Астры доступно четыре варианта двигателей на выбор. Во-первых, бензиновый турбированный 1,2 литра мощностью 110 лошадей, у него шестиступенчатая механика. Затем бензиновый турбо 1,2 литра на 130 лошадей, либо шестиступенчатая механика, либо восьмиступенчатый автомат, как на этом конкретном авто. Затем полуторалитровый турбодизель на 130 лошадей, исключительно с коробкой автомат. Как и подключаемый гибрид с бензиновым двигателем 1,6 литра и электромотором совокупной мощностью 180 лошадиных сил. Ну что, давайте прокатимся на Opel Astra. Начнем с этой деревеньки. Начну ехать на небольшой скорости. Первым делом отмечу, что подвеска мягкая и добротная, никакой тряски вовсе. Обзор вперед хороший, немного мешает эта стойка, а вот назад обзор не очень радует. Само стекло довольно большое, но по краям здоровые стойки, которые мешают, когда выезжаешь куда-нибудь и пытаешься посмотреть назад. Руль, легкие, тормоза, плавные, недерганные. Что до маневренности, я постараюсь выполнить разворот здесь. Диаметр разворота авто 10,5 метров. Очень неплохо для машины таких размеров. Ну-ка, смогу справиться в один прием? Давай, не задеть бордюр. Давай, ты сможешь. Видали? Никаких проблем. Я рад, что тут коробка автомат, это значительно облегчает поездки по городу. Довольно сносно работает, порой при движении в потоке может дернуть разок-другой, но в целом нормальная коробка. Теперь давайте проверим, как Astra едет на скоростях повыше, по всяким там шоссе сейчас. Еду 80, давайте ускоримся, как будто идем на обгон. Ну, где-то секунду думает, потом производительности хватает, чтобы набрать ходу. Уровень шума в этом авто приемлемый, не идеально, но не то чтобы плохо. Еще меня радует работа адаптивного круиз-контроля. Очень просто включается, работает себе и сильно облегчает дальние поездки, поскольку соблюдает безопасную дистанцию от машин спереди и подруливает для удержания в полосе. Сидения относительно неплохие, сидя за рулем особо не устаешь. И, наконец, прокатимся по извилистой дороге. Поставлю авто в спортивный режим, он улучшает приемистость, рулежку и скорость реакции автоматической коробки. Впрочем, ее я как раз поставлю в ручной режим, буду переключать сам. В плане переключения особо не торопится, скажем так. Почти никакого смысла делать это самому. Вообще не радует. Да и движок не особо радует тягой. Терпимо, но спортивного мандражу нет. Да и смысла в режиме спорт в целом тоже, если честно. Что до управляемости, то если надо шустренько метнуться куда-нибудь по работе, по извилистой дороге, нормально, че. Зацеп вполне неплохой, рулежка, хоть и непредельно точная, но довольно адекватная. На поворотах авто держится относительно неплохо, ну и с неровностями тоже справляется нормально. Довольно сбалансированная. Единственное, меня немного бесит двигатель, вот этот его рык. Как будто он жует гравий, что ли. Особенно, если поддать оборотов. В целом, мне кажется, что на Форде Фокусе гонять по дорогам несколько веселее. И все равно, вполне адекватно, даже очень неплохо. Заявлен на разгон Астры с двигателем 1,2 литра до 96,9,7 секунды. Сейчас я это проверю своим оборудованием для замеров. Устрою старт. Держим тормоз. Ускоряемся. Что же будет? Давай. Что у нас там? До 96 за 9,9 секунды. Чуть-чуть медленнее заявленного. Итак, мой вердикт на новый Opel Astro. Следует о нем забыть, призадуматься, задуматься всерьез или взять и купить нераздумовое. Ну, я считаю, следует задуматься об Астре всерьез. Хорошая, качественная машина. Немного схожа с покупкой Fishing Chips в Гастро Пабе. Вполне добротный выбор. Если вам понравилось видео, поставьте нам лайк, напишите в комментариях, согласны ли вы с моим вердиктом. Нажмите на окошко слева, чтобы посмотреть еще видео, либо на значок по центру, чтобы перейти и подписаться на наш канал Карвау. Спасибо за просмотр.